Всем привет! Это снова Сан Саныч. Если вы не видели первую серию нашего РРП, то обязательно её посмотрите. Ссылка будет справа вверху, там я объясню, что это такое. Это вторая и вместе с этим последняя серия ролеплея по Project Zomboid. На самом деле у меня очень много материала, который раскрывает лор нашей вселенной и показывает взаимодействие между персонажами, но тогда на канал вышло бы ещё 50 серий. Такое нам не надо, а потому мне пришлось оставить только самое важное для главного сюжета. Если вы заметили, что со временем пропадают персонажи, то ничего удивительного. После своей смерти никто не возрождается. Мы начинаем. Приятного просмотра. Я уснул прямо в машине. И, если честно, я даже не представляю, как я смог это сделать в такой обстановке. Проснувшись, я понял, что нахожусь уже в другом месте. А потому быстро выпался из комнаты, чтобы узнать, что произошло. Сержант Айзек, доброе утро. Там Айзек был? Да. Да, Айзек, добрый день. Проспал или... Нормально себя чувствуешь? Я что-то дико усталом себя чувствую. Я, в общем, у тебя... Я тебе камеру вернул. Я у тебя заимствовал, ебка, ты в трейлере спал. Поэтому новым снимком особо не это. Не пугайся. Короче, смотри, наши дальнейшие планы — это попытаться проехать к Роузвуду. Мы хотим попытаться зарядить полицейский участок и пожарную станцию. Но получится ли это, мы не знаем. Многие сейчас спят. Я думаю, что... Из-за погодных условий, ибо сейчас довольно холодно, некоторые могут даже слечь с простудой. Надо подумать. Ну, мне бы для начала вообще в себя прийти. Хотя, помыться, я не знаю. Может, он поможет? В общем, сейчас мы... Да нет, не знаю, как это назвать. Вестим или заселить, можно сказать, у местного священника. Вот он нам предоставил базу, поэтому если он что-то просит тебя сделать, это помочь, то не отказывай. По-моему, очень многим обязанность сейчас. Да, понял. После небольшого ознакомления моего командира, я посчитал необходимым помыться и хотя бы прийти в себя. Что, как оно? Да, вроде пока живем потихоньку. Где мы вообще находимся? Мы? В Малдро? Так же. А, здесь вот более самое безопасное место, я лично здесь моюсь, если приходится одежду стираю так же. После того, как я все это сделал, я решил подойти к этому отцу Ричарду. Вы отец Ричард? Да. Меня зовут сержант Райзек Фокс. Пришло просто поздавался познакомиться. Очень приятно. Я долгое время спал и не совсем понимаю, что вообще происходит. Вообще, кто вы такой? Ну, я священник местный. Я тут магазин держу, получается, вот ко мне ваши ребята пришли, сказали, что могут выполнять поручения, если я им предоставлю жилье. Да, это правда. В общем, я, если что, тоже готов чем-то помочь. По необходимости, я военный корреспондент. При себе камеры, если надо что-то записать, или если вы хотите высказаться, то я весь ваш. Хорошо. А вот, помощь, наверное, да, нужна будет. Я скоро подойду, так что, ну, сейчас мне нужно тут кое-что заделать, и я позову тебя. Все, хорошо, понял. На базе ничего толком интересного не происходило. Я только отдыхал и читал все, что попадется под руку. Айзер? Да? У тебя есть возможность сражаться сейчас? Есть силы на это? Думаю, да. Тогда бери дубинку, снаряжение, мы пойдем отбивать лучших военных. Мы видели небольшой отряд. А, ну все, тогда я с вами. Отлично. Так он... Гарри, ты не поверишь, что я нашел. Да это же Батл Тимс 2! Безумно драйвовый, экшенистый, имеющий уйма контента, и, что немаловажно, абсолютно бесплатный шутер. В игре представлено огромное количество режимов. Хотите сюжеты интересных задач и взрывных способностей? Тогда я рекомендую посмотреть на недавно вышедший ПВЕ режим и зарубиться в него с друзьями. Или настроение показать всем, кто тут главный? Тогда докажи это в ПВП боях на красивых картах и разных режимах, где есть командные бои, подрыв бомбы и многое другое. Все это дополняет внушительный арсенал из красивых пушек, которые, к слову, можно кастомизировать как только пожелаешь. И можно не беспокоиться об окружении, ведь вы будете играть на самых красивых картах с абсолютно разным дизайном. Так игра еще очень дружелюбна по системкам. Не нужно беспокоиться, что игра не запустится на твоем компе. А пробуйте сами. И не забывайте, что игра доступна совершенно бесплатно. Переходя по ссылке в описании и скачивая Battle Teams 2 в КПлей. Что, отсюда работаем? Да, да. Давайте пока что попытаемся обойтись обычным трудом. А мы точно справимся? БЛЯНЬ! Проходи, отходи, отходи. Поступай, поступай. Проходи, отходи, отходи, отходи. Этот момент разделил мою жизнь на то и после. Сержант, ваше мнение, что сейчас мы должны... Если на меня слишком много ресурсов ходит, то лучше я сдохну. Айзек, самый ценный ресурс, как раз какие-то люди. Ну тут вопрос в том, готов ли ты сам себе руку отрезать? Нет, сам себе он не сможет руку отрезать. Если ты, конечно, еще в курсе проинстинкт самосохранения. Чего у вас тут все? Айзека укусили. Дважды. В обе ладони. Ну-ка, давай-ка. Я, конечно, человек неверующий, но... Если бы молитва, не знаю, лечила зомби-вирус, то я бы... Ёб твою мать. Сейчас. Так, я не могу дать никаких гарантий, но... Сейчас. Вот это пропей, может быть, поможет. Я посмотрю, что он тогда может пропить. Я там все на два раза обработал, перевязал, все что мог. Сейчас он все выпьет от мебиочки, витамины пропьет, и, может быть... Ну и желательно, мол, сейчас отдыхать. Кушать хорошо, и, может быть, это и пройдет. Твою мать, я виноват в этом. Я слишком сильно помешался в том... на том, чтобы... чтобы эти сраные штоны собрали... Да нет, ты не виноват. Да как будто мир уже и так не знает, что пиздец творил. Я как дурак, блядь. Ебаная собачка за этим бегаю. Спасибо, док. Так, сейчас я тебе еще кое-что дам. Так, я сейчас что-нибудь поесть всем приготовлю. Так, и, короче, отдыхайте. Сейчас я буду. Хорошо, спасибо вам. Святой человек, что сказать. Я остался на базе и вновь ушел на отдых. Пока пацаны ушли опять на вылазку. Айзек, прием. Айзек на связи. Хаски, это Айзек, что у вас? Можешь спросить у святого отца, какие таблетки он тебе давал у нас с Мухаммеда укусили? Я не знаю, где отец, я не могу его найти, он куда-то поделался. Я точно помню, что он дал мне витамины и антибиотики. Так, ладно, ладно, конец связи. Спешу с тобой, если что. Долгое время я оставался дома и ни с кем не контактировал. Я даже боялся выйти на улицу. Боялся, что снова нарвусь мне какого-нибудь твари, она укусит меня. После того случая у меня все еще болит, а потому я оставался на крыше и охранял это место. Альфа, это Айзек, доложите статус. Альфа, это Айзек, дайте обратную связь. Альфа, это Айзек, повторите, дайте связь обратную. Альфа, это Айзек, прием. Я застал своих бандитов, которые не выходили на связь. Почему вы на рацию не отвечали? Почему? Я был на связи, я несколько раз на минуту просил на связь выйти. Тишина разумеет. Вы почему-то не могли до вас... Да наоборот, он отвечал, но мы не могли ответить. Он не слышал на то. А что с рацией? Я не знаю. Ну, показывают, что включен микрофон. Я тебя слышал абсолютно точно. Странно. Ну, короче, мы смогли добыть два генератора, много оружия, патронов, еды, воды, медикаментов и немного смогли завестись книжкой. Так, а кто у раненых есть? Мухаммеда укусили, но он сейчас спит в машине. Вы хоть обработали его? Да. А сами-то как? Да, в порядке, но, конечно... Чуть-чуть поврезались, правда. Все эти ресурсы помогут в дальнейшем. И, как окажется, для нечто большего, чем просто выживание. Мы приняли решение подготовиться к вылазке на военную базу. Потому как там нас могут встретить наши же. Это единственная надежда на наше спасение и эвакуацию из этого проклятого места. Ближе к ночи, Гири и Хаски опять вышли на вылазку. Преем. Кто-нибудь есть на связи? База на связи. Гири, он погиб. Что? Толпа, которая вылезла из здания, он не успел отойти, его съели. Возвращайтесь к тебе, она на базу. Я пока не нашел его, где-то пройдет. В общем, Гири погиб. Что? Мне предложили только что попараться, что Гири умер. Его заберет. Каким образом? Его окружили и... Блядь. Так, вы готовьтесь, скажите, куда они пошли. Так, у кого там лопата? Выкопите могилу. Вот, где-то вот здесь вот. Ну, есть у кого что сказать напоследок? Я был рад служить, потому что у кого... да, да, вот я именно с ним договор о том, что... о сотрудничестве, так сказать. Ну, всегда как бы был лидером и... грустно, что он покинул вас. Одно радует, что сейчас он вместе со всеми своими друзьями, кто покинул нас. Так же, как и он. Ну что ж, ему не медлить, вам еще в Луисвель ехать. В Луисвель? Да. На самом деле, единственное, что я сейчас думаю насчет дальнейшим планов, так это довести... довести уж дело до конца, доехать до Луисвеля, хотя бы до КВП, как было говорено раньше. А после уже посмотреть, что будет. Лидером отряда должен быть либо Айзек, либо Хаски. В общем, Хаски, давай как действуем? Если ты пока в состоянии, и полная команда не себя, я буду заместителем твоим. Так и сделаем. Все. Вопрос закрыт. Конечно. Ну, думаю, да. Что ж, тогда пройдемте к машинам, я посмотрю их как раз-таки сейчас. Так, все остальные, собирайте вещи, проверяйте снаряжение. Может быть, тут есть пушки? Слава богу, никто не додумался встать на ЖД. Какого? Это что, блядь? Е-мое. Свяжись по рации, быстро. Панаму огонь открыли, или что это было? Что это? Что это было? Тормози, тормози. Перед нами что-то рвануло, блядь. Это либо дистанционно... Прямо лезай! Езжаем быстрее! Все живы? Тут я умножу. Едем! Или как? Едем по ЖД путям. Едем по ЖД путям. Да, лучше по ЖД, так безопаснее будет, я думаю. Джеймс, картуру будет еще. Кого сильнее всего зацепило? Гарнизон, прикройте! Я прям за шею зацепила. Может? Кто застрелял? Не надо стрелять! Я стреляю. Все. Нам нужно, нам нужно срочно приезжать. Уезжаем. Быстрее. Сели, по сьёбам. Давайте по ЖД путям. Это не мины. Черт! У нас один сгорел! Матью! У нас один сгорел! Какого? Айзек, Мухаммед, давайте. Надо идти. Да я еле хожу. Выстрелю, походу. Быстрее, внутрь! Впереди! Пострыг, в ногу ранил. Я только один, более-менее. быстрее внутрь, проверить состояние. Стой, стой. Так, давайте склад проверим, может, что полезное будет. там канцелярия. Ты издеваешься, здесь медикаменты или панацеи, здесь только инструмент. Я хрен знаю. Всех в это хорошо. На вход, смотрите. Не могу. Кого-нибудь укусили? Дэйв? Я нормально, у меня только ожоги. Подожди, не двигайся. Как же все болеет. Айзек, ты-то сам как? Еще живу. Дэр-то закройте. Под бинтами у тебя что, укусы есть? А я, у тебя из-за кем не вижу. Под бинтами у меня все ожоги. Вроде где-то рваная рана, я точно не помню. Закройте, боже, кто я. Сейчас ожоги почищу. Стишь как. Каспорт. Парни, есть проблема. Что за проблема? Ты только сейчас ее заметил? Да нет. Тряпки есть у кого-то. Еще одна другая проблема. Не в том, что мы ранены, блять. Фу. А вот горе, почему я? Какого? Боже. Кто там? Чем? Кто стреляет? Кто стреляет? Что было? Тихо. Отолкать тебя. Я бинтуюсь. Я бинтуюсь. Отолкан? Всем на землю. Это 191 альфа. Кто-нибудь слышит нас? 191 альфа. 191 альфа. Мы тут все и подохнут. Из этого урода. Кто это вообще? Черт, это змея. Военные, бандиты или еще что-то? Твари уж точно. 191 альфа. Отец Ричард. На связи, что случилось? 191 альфа. 191 альфа. Отец Ричард. Я слушаю вас. Что случилось? Мы нарвались на ожесточенное сопротивление. Кто-то по нам ведет огонь. Мать вашу. Я... Я выдвигаюсь. Давай. Где они? А вот. Горим! Есть как потушить? Да хрен это потушить. Валим отсюда. Валим. Валим. Выходим, выходим, выходим. Давай. Дейв! Дейв! Нет. Дейв! Черт, дейв! Уходим. Вы спрыгиваете со второго этажа, а нахер я валюю! Какая жарко! Где вы? Вот он! Это я, это я, это я, это я! Понял, 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 понял. Я спрылся со второго этажа. Машина! Отец! Отец, это ты? Кто здесь? Отец! Господи! Что у вас тут? Не знаю. Здесь... Как же ты его имя? Алекс, отойди! Кажется, отсюда. Валим. Он через окна нас видит. На втором этаже. Да, он через окна шьет. Так что здесь более-менее безопасно. Спускайтесь в сторону со второго этажа. Джеймс! Если кто-то скажет, мы к нему урем. Боже мой. А я ведь говорил, надо отправить разведку. Надо отправить разведку. Мы бы поняли, что здесь мины. А мы бы первыми умерли. Да, и эта разведка бы сдохла. Да, и эта разведка сдохла бы. Да, да, они сдохли бы. Но в таком случае все остальные остались бы живы. Включай тебя, придурок. Я бы лучше сдох, чтобы вы не сдохли. А теперь мы все сдохнем в этом ангаре, грёбочек. Нет, мы все живые. Верен сам херный стайпер. Он стреляет по всем, кто уходит. Пока у нас не видят. Что каждый шаг, он не последний. А что если сейчас заступлю и будет мина? А что если... Откнись! Кто в силах? Так, вы остаётесь? Ага. Я туда и обратно. Ещё кто-то может съесть. А язык, сойдись, у тебя пуля в шее, бля. У меня ожог, я ещё перетерплю. Давайте быстрее. Не надо тут... Испытывай скупочку. Удачи, мать! Удачи! Сиди, фракцию достаньте. Так, давайте, идите меня здесь. Здесь, здесь вроде безопасно. Где-то около дерева, ждите меня. К дереву. Да. Всё, я ещё за ними. Классно деревья проверяем. Там могут быть кто-то. Федский снайпер. Аккуратно, зомби. Особо далеко не уходим, стоим здесь. Пирожуклюбный ад. Чёрт, как ж... болит. Ах... Ни чутливую ногу не оторвало пирожей мины. Ха, не могло бы тебе... Её оторвать. Ты в машине был. Что это с ним? Стой, 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 что с тобой? Полежать. Отдохнуть. Стой, 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 стой. Не смей, не смей, не смей. Чёрт. Сидите в оба. Не смей спать, понял? Ладно. Ай. Не хватало, чтобы ты тут у нас в куму впал. Чёрт. Ну как? Отец, мы здесь. Айзек, нравится? Мне очень нравится. А где второй? Так. Одного я забрал. Зомби! Давайте, ребята. Боже, тебе бога, не стреляйте! Мы же бежать не можем. Ещё один бой. Теперь мы тут все сдохнем. А здесь какой план? Я честно не знаю. Если бы была вторая машина, мы бы просто уехали бы отсюда. Там есть вторая машина. А плана нет. Нужно просто забрать, попытаться хамви. Так, сейчас, сейчас. Где она? Она военная. Наверху. Нет, она сгоревшая. Вторая машина... Ну, если вы приехали на двух, одну угнали, скорее всего. Так. Одного я забрал, который погиб. А второго я, к сожалению, там нечего собирать. Там один пепел остался. Только вчера я их видел. Так. Что же делать, что же делать? Да нечего там. Отец, кто не подавал, не стрелял тебе? Там глюрный снайпер, там мины, там бомбы. А там зараженные. Всё, нам некуда идти. Отец, подавал, не стрелял? Одна группа на этой машине едет чутка вниз, там были здания. Там был поворот, там будет заправка. Я помню, там заправлялся. Первая группа с машиной едет на ту заправку, там обосновывается временно. Вторая группа, стой, здесь, ждёт первую группу. Думаю, хоть какой-то план. Ну, давай. Отец? Что же поделать? Берите машину, я сейчас вам ключи вставлю, вы едете. Хаски, стоим? Ага. Садимся в тачку, все, кто могут. Для кого есть место. Едет на заправку, выставь там. Я отца не оставлю. Ещё двое, блядь. Мы спараемся, не переживай. Так, Ружик, Хаски, машину. Давайте хоть кто-нибудь ещё, ещё двое надо. У меня камера включена, я должен всё это заснять. Быстрее машину, кто-нибудь? Хаски, машину, ещё одно место есть, я тут остаюсь. Я сам здесь останусь, я никуда не пойду. У меня здесь есть приказ, я должен его выполнить. Хорошо, отец, давай ты. Отец, идите вы. Секунду. Так, не забывайте, я здесь. Когда здесь я, главный я. Поэтому выполняйте приказ, быстро машина, кто-то из вас. Либо Хаски, либо Айзек. Хаски, я должен всё это заснять. Это понадобится. Просто знай, я не отступлю сейчас и не отступлю потом. Мы отстаем. Я к вам приехал. Не лень, сиськи мять, я говорю, я не отступлю. Шаг назад, а потом шаг два. Да никто и не говорит, да и никто и не говорит, что мы ему не поедем, Луисвель. Нам надо хотя бы перетахнуть. Скрыть от этого снайпера кропнула. Ну кто-нибудь быстрее. Ладно, уезжайте, мы строим, тут застаемся. Слушай, Хаски, ты понимаешь, если тебя убьют здесь снайпер, то ты не выполнишь этот приказ, не выполнишь, ты провалишь его. Я не выполню его сейчас, если отступлю. Какое отцепление, ты просто временно. Плевать, езжай. А, да насрать на вас. Я уже помню. Здесь лес опасно, смотри по сторонам. Ну, отец, как поездка? Ой, честно говоря, просто капец. Очень сильно переживал, я вот этого и боялся. Я вроде не слышу никого. Если все эти страдания, ну Гарри увиди. Я более чем уверен, что снайпер видит нас, но почему он не стреляет? Не, мы выехали, мы очень далеко выехали. Он был в городе, он вероятно сейчас видит. Там деревья спереди. Мне кажется, это нечто больше, чем один человек. Ну, Луисфель это большой город. Я не знаю, до вас были еще военные, которые пытались отечествовать город? Просто я про то, что может быть они заехали в Луисфель и... Ну, местом выжившим не понравилось, только как они себя ввели здесь, и поэтому они всех выехаливают. Так, давайте я сейчас всех еще раз осмотрю. Каски, ты как? Целый невредим, я бы сказал. Так, бинт сейчас сменю, секунду. Так. Ну, по итогу. Передернемся обратно на базу. Да, и думаю, будем сидеть там и не вылазить. Так, сейчас я смотрю, заражен, может у них что-нибудь есть. Антидепрессанты. Пить в Луисфель. Ну, кто же знал, что так все равно и произойдет. Ну, с другой стороны, если бы поехал один разведотряд, скорее всего, он будет тут один и полег. И мы бы даже не знали, если бы поехали бы разведку, то и второй бы слег. Была бы безвыходная ситуация, так и так пришлось терять. Вместо того, чтобы сидеть, пытаемся пешком идти навстречу к машине. Да, я тоже так думаю. Хаски, ты как там? Хаски? Хаски, куда ты идешь? Диства, нахуй. Хаски? Это не Хаски. А где он? Хаски? Ни хера не вижу. Зомби! Азик, оставайся на месте. Оставайся на месте, я скоро приду. Знаешь, я получил слишком много крови на руках. Я не думал, что моя история закончится вот так. Но... Я просто понимаю, что уже все бесполезно. Я хочу просто посмотреть, что находится возле КПП. Айзек. Как слышишь, Айзек? На связи. Дальше я иду один. У меня осталось не так долго жить. Поэтому... Не знаю, увидимся ли мы еще в будущем. Но надеюсь, что... Ты просто запомнишь меня. Извини, брат. Прием. Отец! Да, меня слышно? Да, я тебя слышу. Я иду к тебе. Ты там не приехал еще наш? Нет. Молодец. Каски. Твою мать. Я пытался его говорить вернуться. Он сказал, что хочет пойти один. Я за ним проследил, но... Кажется, его застрелил снайпер. Ублюдки. Так, мне надо срочно... Я жетон заберу. Приняйте. Ладно, я его беру и... Пойдем навстречу. Давай. Так, надо связаться. Так, спереди зараженные. Причем очень много. Принимаем бой? Да. Лучше издалека. Сейчас я оставлю. Секунду. Я готов. Я готов. Сбоку. Сзади никого. Нормально. Нормально. Машина? Что за... Мы национальная гвардия. Или то, что от нее осталось. Я сержант Айзек, а это отец Витчер. Я говорю, дверь водительская была открыта. Все, он выпал по дороге. Кажется, я вижу его. А, это зомбированный. Хотя бы так. Черт, тут идут. Обстреляешь? Давай. Погружай его. Я погружу его. Я кружу, погружу его. Да ладно, едет. Бензина мне очень мало. Хоть что-то. У меня нет с собой канистра. По дороге мы нашли пару трупов. И с каждым моментом мне было все тяжелее. Меня... Меня как будто что-то терзало изнутри. Что-то тащило вниз. Мне было больно. Мы здесь останавливаемся. Сейчас, секунду. Я кого-то слышу. Кто здесь? Мухаммед? Ты цел? Чего? Да я, Ричард. Мухаммед? Ричард? Мухаммед. Как он? Плохо. Они все умерли. Аликс. Джеймс. Сейчас я чищу все, что... Все раны прочищу. И с нами поедешь. Хорошо. Так, мы Аликса нашли по дороге. Где... Еще один? Я не знаю. Он где-то вышел из машины, что ли. Так, у тебя тут на бедре заражение. Но, скорее всего, это просто грязь. Твои мишки антибиотики все пройдет. Меня не трогали. Они... Да, это значит просто из-за грязных бинтов. Антибиотики у меня есть, что есть. Я потом отдам. Дай ему сейчас. Пусть он примет. И дай ему... Не знаю, у тебя есть какие-нибудь бета-блокаторы или что-то такое? У меня витамины есть. Мы вернулись обратно домой. Мы пришли не то чтобы с пустыми руками, а с большими потерями. Мы получили информацию, но... Что от нее нам теперь делать? Что ж, давайте. Хорошо. Так, Алекс Вилт. Сейчас будем по одному хоронить. Подождите. Не будем всех сразу. Я побежал просто крем. Ну, у Дэйва я знал, конечно, не так много. Но он, наверное, один из первых людей, которых я встретил. По-моему, он был вторым. Да, он был, конечно, человек своеобразный, но... Тем не менее, никто не заслужил такой участи. Это Алекс. Как же много вещей у него в рюкзаке. Как же много. Алекс, хоть и не был в моем отряде, но явно не заслужил всей этой участи, которую пережили все остальные. Стив Горд был вторым, получается, по... Вторым командиром. К сожалению, под конец жизни у него уже сдавали нервы, и... Мы, никто из нас от этого не застрахован. Я пытался его отговорить, но... Снайпер застрелил его. По крайней мере, надеемся, что он умер не в мучениях. Для меня была честь работать с ним. Дэйв был... На самом деле, самым первым здравомыслящим человеком, которого я встретил. Насколько я помню, он был детективом. Судя по ожогам, он умер от взрыва, или от огня. Ну... Будем верить, что сейчас он в лучшем месте. Как себя чувствуешь? Довы. Мне... Ну, пойдет. Больно, я совсем не спал. Ага. Так, ну шею... Ты не развязывай, конечно, грязный бинт. Убин, да. Раз в сутки пей антибиотик. Лучше два раза. Посидится в свой день, нихера, не знаю. Я не знаю, я попустил. Да. Что было? Ну... Вот все, кто сейчас в этом доме, это все выжившие. Да ну, блядь. Не может быть. Я и погиб. Можки тоже. Блядь. Все это за здания поедут. Это я строю. Для выживших. Ну, они вообще есть. Мало ли будут. Жилищные, я так понимаю. Да, там спальни хочу сделать. Ящики какие-то личные. Я вот сижу, думаю. С каждым днем нас все меньше и меньше. И это какая-то вечность без надежды. Нахуй нам все это. Я понимаю, что надо сражаться, и я буду до конца уверен своему делу. Но иногда кажется, что это никогда не закончится. Может быть, но даже если так, чем это отличается от нашей жизни? Просто мы сейчас постоянно боремся, но мы и в обычной жизни боремся, только немножечко по-другому. Более в другой форме. Сейчас просто стало, наверное, даже в каком-то смысле легче, когда ты понимаешь, где и свои, где не свои. И надо просто, наверное, пытаться продолжать жить, отстраивать какие-то... Пытаться восстанавливать какие-то местности. И даже если мы выживем остаток, зомби же не могут вечно появляться. Они же появляются не из воздуха. Я думаю, человек сам себе проблема. У меня до сих пор не вылетает из головы тот момент, когда по нам открыли огонь. Я до сих пор не понимаю, кто это и зачем. Может, он-то был так же... Может, был такой же просто человек, просто напуганный. Боялся. И просто в целях защиты пытался... Оставить свою территорию. Конечно, мы так и пошли, и надо было все-таки здесь оставаться. Я думаю, что теперь я твердо уверен, что я отсюда не ногой. Сами по себе. Нет, скорее всего, не было. Скорее всего, мы не знаем. Мы знаем только то, что сейчас о многих штатах идут бунты. Потому что мы выложили... Ну, военные выложили видео, где показывали, что тут творится. И из-за этого начались бунты. И сейчас многие военные силы брошены на подавление. Это я все буду скрывать, скорее всего. И кордоны, и всю эту хрень они усилят на границах. Мы вообще я отсюда выйти не сможем, даже если у нас будет танк. Если такая заража существует, и она успеет заразить целый штат, значит она скорее всего предается воздушно-капельным покеом. Мы каким-то образом не заразились. Значит у нас частичный мунитет. Вполне возможно. А то же надо. Нет укусы вроде только заражают человека. Но так почему Виштат сразу заразился? Ну как сразу. Ну сразу все пошло, прошло все из... Не помню откуда мы его из выставили. Да. Ну потом маленькие городки, потом большие. Я не знаю. Будем ждать только зомби, они не разобретутся. В любом случае мне кажется, что оборона сможет удержать вирус в штате. Он рано или поздно прорывается. Я не думаю. Теория теориями, но мысль отца мне понравилась. А именно в том, что зомби не бесконечны. Нам надо укрепить свои позиции. И если так, то у нас действительно не хватает сил, чтобы идти дальше. И уж тем более, чтобы прорываться через снайперские линии. Поэтому закрепимся здесь. И будем отстреливаться от ближайших зомби. Самая опасность, главное, чтобы они не были как стадо огромное. Если оно будет здесь, то мы скорее всего все подохнем. Все равно мы можем отстрелять на... Так или иначе, у нас есть... Ну, способы отступления у нас есть. У нас стены крепкие достаточно. Я их еще со временем укреплю. Главная ошибка в том, что многие просто в одиночку ходят. Иногда даже в двойке и тройке не помогает. Разведгруппа тому пример. Поэтому надо держаться вместе. И друг от друга далеко не уходить. Мне кажется, надо исследовать... Если исследовать, то делать это понемногу. И вот начинать, типа, с округов. Типа, чтобы не идти сразу в дальнюю дорогу. То есть начинать с этого города и с этого района. И потому что, если вы, может быть, заметили, то в этом районе я уже достаточно давно не видел зараженных. Мы спокойно ездили уже несколько раз к политическому участку, где кладбище. И там уже давно никого нет. Даже там уже скелетов не осталось. Все уже, как бы, рассыпалось. Видать, у зомби очень слабые скелеты, которые гниют так же хорошо, как и плоть. Оставим особо крупные места позже. Такие, как Воспойн, например. Очень много внимания к себе привлекает. А поэтому, да, будем рассматривать какие-то малозаметные места. Но, проще говоря, ваша идея состоит в том, чтобы завоевывать города и постепенно это делать. Ты так понял? Нет, завоевывать города это прям слишком громко сказано. Я говорю, хотя бы этот район сделать безопасным, чтобы у выживших, может быть, кто-то до сих пор сидит где-то у себя дома, в бункере заперся и не вылазит. А мы должны дать какой-то нарезу. Может быть, радио какое-то сделать, чтобы дать сигнал, что здесь есть безопасность. Конечно, есть риск того, что придет тот, кого мы не ждем. Но, тем не менее, мы можем делать радио тогда, когда мы будем готовы, когда у нас будет своя линия обороны. Я думаю, к этой цели мы и должны стремиться. Да. Отец, есть возможность настроить радио? Конечно. Тогда пусть это будет нашей главной задачей, а для бойцов и остальных мы должны подготовиться к наезжению и самих себя. Ну, нам, благо, очень сильно помог вот этот тут груз с большим количеством воды и еды. Он точно на много нам его хватит. Я давно такого не испытывал, но сейчас мне страшно, и мне кажется, все так оно и есть. Состояние ухудшается? Я поклялся, что буду драться до конца, но мне тяжело понять тот факт, что что мне недолго осталось. Отвратительно. Такая безвыходная ситуация. Сколько ни кормят меня антибиотиками, ни хера не помогает. Я, я не знаю. У меня... Это, это новая зараза. Я даже не знаю, что чувствует человек, когда болеет ей. Возможно, смерть и правда, это самый безболезненный уход. Если дальше будет хуже, то лучше усвоить небыструю кончину. Это я могу обещать тебе. Хорошо, спасибо, отец. Ну что, выпьем? Ну, господа. Время, конечно, нелегкое. И это еще мягко сказано. Но мы все живы. И это означает, что мы можем и дальше драться. Я знаю, что мы потеряли очень многих. Но они явно не хотят, чтобы мы просто взяли и копыта сняли. Мы должны сражаться и дальше. Хаски, Гэри, все остальные солдаты, гражданские, которые были с нами. Мы потеряли стольких людей. Будет очень обидно, если мы и сами себе путь закопаем. Так что предлагаю, господа, выпить за наших братьев и всех тех, кто сопровождал нас в этом нелегком пути. Не выпью воды. Обычайно. Так, принесите, я не знаю, воды, я сейчас не поговорю. Так, оставайтесь, оставайтесь тут. Подготовьте, попробуйте настойить пока радио, которое там, в дальней комнате стоит. Может, выпьем напоследок? И я оставил сигару напоследок. Как бы к этому я морально не готовился, когда доходит до дела, все кажется слишком сложным. Ну... Могу. Хочешь, могу сам все сделать. Нет, тогда это чуть ли не самый главный грех. Я сделаю. Пока мне... Нужна минутка, буквально. Ну, я свою миссию выполню. Я показал всю картину, что я ухожу не с пустыми руками. Я не думал, что вы явитесь. Что с ним бдеться? Плохо все. Можете попрощаться с ним. Отправить это, кстати, в последний путь. Блядь... Нет. Айзек, могу я тебе кое-что попросить? Передаю всем, тем, кто умерли, то, что мы их помним, и мы ими гордимся. Так и передам. Вы тоже держитесь и даже не вздумайте сдаваться. Я вас из-под земли достану. То ли дело умереть от противника. Совершенно другое когда от своих дорогих друзей. Ну, пока намерим, мы не дадим тебе превратиться в одного из них. Это прекрасно. Этого мне и не надо было. Спасибо вам большое. Спасибо за службу. Айзек. В дальний путь. И вам спасибо, господа. Люблю вас, люблю Америку. Люблю, люблю Америку. Люблю. Прощай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok